В администрации прошло совещание по обеспечению экологической безопасности в округе. Говорили о продлении службы и рекультивации действующих полигонов. На мероприятии выступил Григорий Золотарёв. Он рассказал о своём проекте «Пиролизный реактор Золотарёва». Добавлю, накануне учёный отметил свой юбилей – 80 лет. Документы, пожалуйста. А то, Григорий, домой придёте, скажет, что вы куда-то сняли, жене покажете. Вы написаны лично вам. Это вам. Ну и цветы выручите супруге от нашего собрания. Этот знак отличия Григорий Золотарёв получил за заслуги перед городским округом Люберцы. Более 10 лет он возглавлял научно-технический совет наукой реформе ЖКХ при администрации тогда ещё Люберецкого района. А в 2015 году его проект, посвящённый проблеме раздельного сбора мусора, завоевал третье место в областном конкурсе «Наше Подмосковье». Вот уже около 8 лет учёный работает над другим проектом, но его тема также связана с экологией. Наряду с мусоросжиганием мы предлагаем новую технологию. Называется это пиролиз. Пиролиз – это термохимическое разложение отходов, углеродосодержащих отходов в замкнутой среде, без доступа воздуха. Проще говоря, это экологически чистая технология, которая позволяет перерабатывать грязные отходы. И не просто перерабатывать, а получать из них высокоэффективное топливо. Как раз этому и были посвящены исследования, которые Золотарёв вместе с командой проводил на полигоне в Люблине. Их суть заключалась в утилизации автомобильных шин с помощью установки термического разложения отходов. В результате получилось жидкое топливо. Однако у этого способа есть свои недостатки – малая производительность. Наша основная задача была создание установки, ну дан же пиролизный реактор Золотарёва, который имеет высокую производительность. В данном случае это 5 тонн в час и до 10 тонн в час. Это впервые такая производительность. На встрече в администрации также обсудили возможность внедрения идеи Григория Золотарёва на территории округа. По словам главы муниципалитета Владимира Ружицкого, этому проекту будет оказана всяческая помощь со стороны местной власти. Я хочу сказать, Григорий Михайлович, мы на вашей стороне, я вам искренне пожелаю, что ваши идеи, они были притворены в жизнь, чтобы на самом деле с точки зрения экологии стало чуточку, хотя бы на какую-то ступеньку лучше, что ваши идеи притворились в жизнь на территории Люберец и ближайших районов. Также Владимир Ружицкий подчеркнул, что на территории округа уже ведётся раздельный сбор мусора. Однако впереди ещё много работы в этом направлении. Мария Лапчева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.